Приветствую, друзья. Мобильный ЦАП Sonata HD2, как и первая ревизия, представляла себе устройство, которое было практически незаметно на кабеле от наушников. Да и звучало оно, как говорится, на свои деньги. Это действительно было интересно, но, увы, далеко не круто. В третьей же версии производитель, видимо, решил пойти ва-банк и выполнить вообще все хотелки пользователей. Из основного хочется выделить наличие сменного кабеля, более современного чипа с выходной мощностью до 70 мВт на 32 ома нагрузки, поддержку PCM, DSD и DXD форматов, драйверы для ASIO, механический регулятор громкости и классический уже выход на 3,5 мм. Но и это еще не все. Лично меня в Sonata HD3 просто поразила музыкальность. Настолько сочно, объемно и выразительно. Вообще мало что звучит в данном ценовом диапазоне. Об этом мы сегодня, друзья, с вами и поговорим. Собственно, поехали. Поставляется аппарат в достаточно компактной такой картонной коробке с изображением самого устройства и подробными техническими характеристиками с обратной стороны. В комплект нам положили, ну конечно же, наклейку Hi-Res Audio сертификации, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и кабель microUSB на Type-C. Если же вы купите версию для айфона, то там будет еще один кабель microUSB на Lightning. Сам девайс небольшой и тяжеленький, поскольку выполнен на металлическом каркасе. Спереди находится механический регулятор уровня сигнала, а сзади куча разнообразной служебной информации. Из важного стоит отметить то, что регулятор меняет не свою внутреннюю, а обычную системную громкость устройства. Ну и с торцов мы имеем, конечно же, microUSB вход и выход на 3,5 мм. По поводу microUSB можно, конечно же, выразить свое глубочайшее негодование. Но хотя бы так, раньше кабель у TempoTech вообще был несъемный. Пользоваться же устройством крайне просто. Type-C напрямую или же через переходник идет в компьютер, планшет, смартфон, ну или куда угодно еще, а с обратной стороны подключаем свои любимые проводные наушники. Какого-то значительного нагрева за все время использования я лично не заметил, как и фона в паузах. По громкости запас очень внушительный, заявлена выходная мощность до 70 мВт на 32 ома нагрузки, при этом на компьютере я не поднимал ее выше 12%, то есть с добротным таким запасом. Слишком уж тяжелые на раскачку полноразмеры я бы, наверное, к нему не подключал, но до 150 Ом, думаю, потянет без каких-либо проблем. Потребляет девайс достаточно скромно, на 5 вольт всего 0,075 ампера, а следовательно за заряд аккумулятора можно не беспокоиться. На Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый к работе через WASAPI. Драйвер ASIO производитель тоже предоставляет, однако это старенький 32-битный Bravo HD, мне он не очень нравится, но в случае необходимости, как говорится, все есть и этим можно пользоваться. Под Android iOS ЦАП работает на всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством BitPerfect режима с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Из форматов поддерживается классический уже PC, PCM до 32-бит, 384 кГц, DSD-256 и аналогичного же класса DXD-формат. Измерения я проводил в разрешении 24 бита, 96 кГц на аудиоинтерфейсе Moto M4 и ACP Cosmos. Причем, результаты получились плюс-минус одинаковые. Единственное, Cosmos показал лучший уровень шума и динамический диапазон. В остальном же, точнее, измерил Moto M4. Его результаты я, собственно, и приведу. АЧХ имеет отклонение от нормы примерно на 0,75 дБ на 20 кГц. Уровень шума и динамический диапазон, можно сказать, что идеальные, полочка где-то на минус 150 дБ. А вот искажения, причем как гармонические, так и интермодуляционные, тут на оценку очень хорошо, поскольку вторая гармоника доходит до минус 95 дБ. Что еще как бы нормально, но уже близко к чувствительному уровню. Общая оценка системы очень хорошо. Конечно, хотелось бы отлично, но измерения делались на максимальной громкости, а значит в реальной жизни добиться указанных значений будет практически невозможно. С возможностями чипа ESS ES9218P мы знакомы по достаточно широкому списку устройств и скажу вам откровенно, так круто его еще никто не готовил. У тех же Fio или Hybe получилось что-то, как говорится, на свои деньги. Очень спорное, но неплохо вписывающееся в сегмент. Когда же я послушал, как звучит Sonata HD3, то не мог поверить, что тут стоит именно этот чип. Играет сап так, что просто невозможно оторваться. Звучание настолько завораживает, что я очередной раз переслушал все сливки из своей медиатеки. Да, согласен, подача у ЦАПа скорее такая летая, без ярко выраженной четкости и прозрачности в нюансах. Однако, когда его слушаешь, то отмечаешь просто невероятную мелодичность, естественность и какую-то просто сногсшибательную выразительность и передачу эмоций. После второй ревизии это просто небо и земля. Двойка была хороша в своем ценовом диапазоне, но не более. Третью же ревизию можно спокойно сравнить с самыми сливками рынка. У меня под рукой оказался Audirect Beam 3 Pro, который вне всякого сомнения более детальный, драйвовый, выразительный, да и мощности у него куда больше. При этом различия с Sonata HD3, на мой взгляд, скорее вкусовые. Кто любит звук техничнее, выбирает Beam 3 Pro. Ну а кому нравится легкая аналоговая теплота, собранность и певучесть Sonata HD3. Усиленное подчеркивание нюансов. Конечно, дело хорошее, однако оно забирает львиную долю нашего внимания, которое могло быть направлено на восприятие музыкального произведения в целом. Кроме того, по всему диапазону мы имеем приятную слуху массу, неплохие атаки и чуть замедленные затухания. Бас живой, обволакивающий, с хорошей глубиной и текстурой, серединка сочная, насыщенная и просто сверх музыкальная. Высокие частоты внимания на себя никак не оттягивают, при этом все шлейфы и затухания перкуссии находятся на своих местах. Все настолько естественно, без лишней резкости, грязи и искажений, что воспринимается как само собой разумеющееся. Но гораздо важнее, что Tempotec свою новую модель наделила собственным неповторимым характером, с просто нереальной глубиной, тембральным объемом и мелодичностью. Первые несколько дней я просто не мог его наслушаться и, ставя на весы куда более дорогой и техничный BM3 Pro все равно выбирал героя обзора. Да, и говоря начистоту, по прорисовке сцены в глубину Sonata HD3 намного предпочтительнее. Оттого какую-то оркестровую или другую мультиинструментальную музыку Sonata отрабатывает заметно лучше. Мой слух регистрирует больше планов, да и сами эти планы, несмотря на цельное звучание, довольно неплохо разделяются со всем необходимым воздухом и той самой трехмерностью тембров. Есть, конечно, куда расти, но и то, что я слышу, уже очень даже неплохо. Ну а с учетом ценового сегмента, так просто гениально. По стилистике я бы не сильно наседал на что-то суперскоростное, все-таки образы тут довольно-таки крупные, а затухания продолжительные, отчего может появиться небольшое смазывание. Впрочем, лично мне такая подача нравится даже больше, поскольку ближе к аналоговой аппаратуре. Ну а джаз, блю, соул, разнообразную электронику и львиную долю металла буквально просто проваливаешься. Настолько круто, а TempoTech, я признаюсь, ну никак не ожидал. По наушникам я бы рекомендовал выбирать что-то получше. По крайней мере, я тестировал в основном на BQA с OTEM, 7 Гц Таймлес, Weiser Kylen HENOL 3D и Canera Sculpt. А это модели в несколько раз дороже самого ЦАПа и при этом герой обзора раскрыл их без каких-либо проблем. Единственное, для каких-то слишком уж тугих моделей, типа планарных TIN Hi-Fi P1+, может не хватить мощности. Но это, пожалуй, единственное ограничение, что я вообще смог придумать. В сравнении с конкурентами, типа Айбаса DC-05, а у Direct Atom 2 или Shanling UA1 Pro у нас тут лучше раскрывается музыкальная составляющая, обширнее сцена и глубже непосредственно погружение в материал. То, что получилось от TempoTech реально достойно отдельной номинации в топах, как самый сладкоголосый ЦАП. Техничнее, резче, прозрачнее, драйвовее найти несложно, а вот более мелодичный вряд ли. Итогом, мобильный ЦАП TempoTech Sonata HD3 лично меня порадовал сменным кабелем, качеством сборки и, естественно, просто невероятно магнетичным звучанием. Глубоким, насыщенным, объемным и просто сверх эмоциональным. В него буквально проваливаешься и менять его на что-то даже более дорогое совершенно не хочется. В минусы же отнесем microUSB разъем и довольно внушительный вес устройства почти 22 грамма. Больше тут придраться совершенно не к чему. Мой же вердикт? У производителя получился однозначный хит, который я могу рекомендовать всем ценителям мелодичности, глубины, объема и эдакой харизматичности в передаче материала. Без сомнения, друзья, очень крутой ЦАП. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП TempoTech Sonata HD3. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры создавал DimaTorzok